Город родимый, дыра дырой. Одноэтажки позапрошлого века в перемешку с хрущобами. В Рязани стулы и хотя бы Кремль, во Владимире — Централ, а у них не единые достопримечательности. Если редкий приезжий спросит, куда сходить, его в недавно построенный торговый центр с киношкой направляют, на полном серьезе. Старики смирились, рыдаки — кто на полумертвом химкомбинате за копейки вкалывает, кто в Москву на вахту мотается. Молодежь дружно мечтает сбежать навсегда. «Только лет до семнадцати куда денешься? До замужа или до абитуры ты прикована дочерним долгом и школой». Но Люся не хотела ждать совершеннолетия. Она регулярно слала посылки троюродной тетки в Санкт-Петербург, надеялась, вдруг так себе пригласит. Чатилась на форумах русских, что осели за границей. Даже на ненавистном английском переписывалась с френдами из Америки и прочих заманчивых стран. «В школьных олимпиадах участвуй», — советовал мечтатель отец. «Готовить учись», — наставляла вечно замотанная мать. Однако Люся в свои двенадцать уже поняла — ни таланта, ни желания к наукам у нее нет. Личика миленькая, но фотомодели не позовут. Спорт, музыка — муторно, да и поздно. Но в шестом классе додумалась записаться в городскую театральную студию. Чего бы нет, если занятия бесплатные, зато научат, как себя подать лучше. Играть Бекки Тэтчер или Алису из «Страны чудес» ей не доверяли, но роли подруг главной героини у Люси получались. Родители ходили на все спектакли, оглушительно хлопали из первого ряда. И даже пикнуть не посмели, когда в седьмом классе дочь огорошила, а она едет в Москву на театральный фестиваль. «Ух, развернусь!» — мечтала Люся на жесткой верхней полке плацкартного вагона. Но детский коллектив сопровождал десяток взрослых церберов. Из гостиницы поодиночке не выпускали. Вся столица только из окна экскурсионных автобусов. Тома Сойера показывали в домах культуры и школах. Красавице Бекки Тэтчер иногда дарили цветы. Люсю... На поклонах она всегда стояла сбоку, у самой кулисы. Никто не замечал. Она тоскливо улыбалась в размытое пятно зрительного зала. А когда однажды на сцену взошел молодой человек и протянул букет именно ей, испуганно отпрянула. Он настойчиво вложил цветы девчонке в ладошку и шепнул. Там записка. Обязательно позвони. Люся еле дождалась, пока занавес, зловеще скрипя, скроет от них торопящихся к выходу зрителей. Расталкивая друзей артистов, ринулась в туалет, дрожащими руками выдернула из-под целлофановой обертки бумажку только номер телефона. И короткая фраза. «Это твой шанс остаться в Москве». Смотрела, озадаченно хлопала глазами. Лицо парня, что вручил букет, почти не запомнила. Прыщавый, невысокий. Он в нее влюбился? А вдруг это помощник продюсера? Ищет актрису хоть в сериал, хоть накушать подано. Конечно, она позвонила. И на следующий день, будто шпион, ускользнула из оружейной палаты и хводили туда на экскурсию. В автобусе, когда пересчитывали по головам, отсутствие девочки не заметили. Что ее нет на ужине? Тоже. Тревогу подняли только в одиннадцать вечера. Соседки по комнате побежали ябедничать, что Люська загуляла. До часу ночи опрашивали коллектив, потом обратились в полицию. С утра Люсин портрет уже показывали по телевизору и распечатывали в Лизе алерт. Городские видеокамеры отследили. Девочка ныряет в метро на станции Охотный ряд. Потом на Фрунзенской садится в белую Митсубиси без номеров. Дальше машина мелькает в районе университета и больше не появляется. Девочка будто исчезает с лица земли. Ее семью и друзей показывают по телевизору, приглашают на ток-шоу. «Люсенька, доченька!» — плачет в телекамеру мать. «Вернись, пожалуйста, домой!» А экстрасенсы, куда без них, до хрипоты спорят. Один уверяет, тело ребенка на дне глубокого черного озера. Второй взрывается. Люсю похитили цыгане. Ее заставляют попрошайничать. Надо искать на вокзалах. Но оба врут. Солнце не появлялось уже пятнадцатый день. Таня сунула ноги в тапочки на меху, подошла к окну, взглянула на уличный термометр. Минус один. Вместо снега — склизкий пакостный дождь. Девушка запахнула потуже махровый халат и вдруг расхохоталась. «Чего она ведет себя, словно старуха?» Распрямила плечи и отправилась к зеркалу. Вглядывалась в лицо безо всяких поблажек, под яркой лампой с близкого расстояния. Однако осталась довольна. Пусть по утрам она хандрит и мерзнет, но выглядит беспечной и юной. Единственную морщину между бровями косметолог называет ее складкой-гордячки. Они совместными усилиями побороли. Глаза блестят, цвет лица прекрасный. Раньше Татьяна обожала тестировать инновации. Чудодейственные кремы, биодобавки, омолаживающие якобы процедуры. Нынче годы прибавили ума, поняла. Нужно всего лишь высыпаться и по часу в день бегать. Обязательно на свежем воздухе, в любую погоду. Низкое небо некрасиво переливалось всеми красками серого. Ветер был тонко и злобно. Прохожие дружно сутулились и прятали носы в воротники темных под стать погоде курток. Ей по-прежнему хотелось на диван, под плед. И, может быть, даже грелку в ноги. Но Таня мужественно надела ярко-синие спортивные брючки, алый легкий пуховичок, шапку цвета летнего неба, зашнуровала зимние кроссовки и бросилась противостоять лени и погоде. Рассыпь мокрого мутанта, то ли дождь, то ли снег, ударила по лицу. Прямо у подъезда, тоже мне респектабельный район, блеснула под тонким литком огромная лужа. Таня прыгнула, поскользнулась, едва не упала. В кроссовке хлюпнула вода. Но вместо того, чтобы чертыхнуться, девушка улыбнулась непогоде, дерзко, с вызовом, и, огибая озёрца грязи, побежала к парку. Вернулась после пробежки распаренной и почти счастливой. Набрала ванну с пеной, нарезала витаминные закуски, киви, мандаринчики, пижонский кумкват. Принесла планшет, включила штрауса. Плюхнулась в воду, раскрыла журнальчик. Глянец распахнулся на странице с тропиками. Красавица, шезлон, коктейли. И солнце неизменный свет. Татьяна хмыкнула, закончила из блока. Живи ещё хоть четверть века. Всё будет так, исхода нет. Мрачным февралём сложно не вспоминать о лете. В их рекламной тусовке народ вообще помешался. Многие бывшие сослуживцы ушли в дауншифтеры. Сбегали от депрессивной московской зимы на Бали, Филиппины, Гоа. Хвастались. Если сдавать квартиру, да ещё подрабатывать удалённо, можно жить почти королевичами. Таня в восторге беглецов не разделяла. Она сама, конечно, тоже пробовала, благо зарплата немалая, уезжать зимой в тёплые края. И всегда дня три искренне восторгалась лазурными водами океана, тропическими коктейлями, гламурными закатами, восхитительным бездельем. Но потом начинала отчаянно скучать. По отчиму с его бигасами и гуляшами. По мамочке с её суматошной и навязчивой заботой. А главное, она искренне не понимала, чем в тропическом раю можно заняться. Йога, медитация, поиск внутреннего я. Но ей куда больше нравилось не копаться в себе, а действовать. Дайвинг, сёрфинг и кайтинг быстро надоедали. Мемуары писать, она для этого слишком молода. Просто книги читать и в Москве можно. К тому же тропический расслабон очень быстро размягчал мозг. Таня всегда гордилась, что легко переключается с английского на французский и сходу может придумать десяток слоганов, хоть про пиццу, хоть про карбюраторы. Но после трёх дней купаний, безделья и коктейлей ум будто в спячку впадал. «Так и надо, ты, наконец, начинаешь расслабляться!» поучали опытные дауншифтеры. Но Таню состояние тотальной лени пугало и раздражало. «Зачем жить, если ты овощ? Зачем вставать по утрам, если днём тебя ждёт только слепящее море и раскалённый песок? Что за скука, когда никто тебя не разыскивает, ни теребит, ни прессует? Лучше домой, под серое, но родное небо». Коллеги дружно причитали, что отвратительный московский климат вгоняет их в творческий кризис. Но Садовникова на отсутствие идей никогда не жаловалась. С азартом принимала всё новые и новые вызовы. Напросевший после кризиса рынок хочет выйти производитель роскошных авто. Возьмусь, богачи-покупатели в России всегда найдутся. Бывший советский завод наладил производство действительно натуральных соков, но не может пробиться сквозь яркие пачки суррогатов, тоже выручим. Многие коллеги-рекламисты в последние годы расслабились. Считали потребитель быдло, любую пошлость проглотит. Яркая креативная продукция конца 90-х, начала 2000-х неуклонно сменялась агрессивной, бездарной и наглой. Но особенно Татьяна расстраивалась, когда видела халтуру в социальной рекламе. Полное свинство. Ведь только-только страна начала одобреть, не под себя тянуть, но и ближнему помогать стремилась. Неважно, ребенку или котенку, люди искренне, с добрым сердцем шли в волонтеры, жертвовали, ездили в хосписы и детские дома. Народ благодарить надо, подсказывать, кому и как еще помочь. Но придорожные рекламные щиты пестрели общими словами, и у Тани складывалось четкое ощущение. Социальщики лениво, без души осваивают государственные гранты, а на самих больных детей им решительно наплевать. Таня, если могла, всегда бросалась спасать тех, кому худо. Даже в Тибет однажды летала, чтобы помочь умирающей девочке. Смотри об этом в романе Литвиновых «Незримая связь». И сейчас, когда в коммерческой рекламе научилась всему, решила уйти в социалку, использовать свой талант на благие дела. Позвонила Демьяну, хэтхантеру, кто уже лет пять помогал ей строить карьеру, но тот решительно приговорил «Дело не для звезд». «Я согласна потерять в деньгах, правильней сказать обнищать. Продашь машину, станешь на маршрутке ездить», — придрёк собеседник. «Всё равно узнай». «Хозяин — барин». Через пару дней Демьян перезвонил, озвучил максимальную зарплату. Оказалось, она ровно в пять раз меньше её нынешней, и Таня малодушно признала. Терпеть омерзительные московские зимы, да ещё получать за это гроши, она никак не готова. Помогала знакомой многодетной семье, бесплатно сдавала кровь, но трудиться продолжала на коммерческой Ниве, хотя всё ещё прихватывал стыд за собственное здоровье, молодость, красоту. За хорошую квартиру, новый автомобиль раз в три года, путешествия в самые соблазнительные дали. «Раз у тебя всё хорошо, почему так мало помогаешь другим?» — нашёптывала совесть. Но идти в волонтёры она боялась. Фондам не доверяла, а внезапные порывы благотворительности не всегда удавались. Попыталась однажды одарить нищенски одетую старушку с клюкой, выточенной из обломка доски, а та деньги отринула, наградила высокомерным взглядом. Я не нуждаюсь в милостыне. Нет, переустраивать человечество нужно глобально. Шанс представился неожиданно. Воскресным полднем раздался телефонный звонок. Таня не сомневалась, кто-то из подруг или кавалеров зовёт в ресторан на бранч. Но на проводе оказался её агент по работе. Демьян. «Ты дни недели перепутал?» — чрезвычайно удивилась Татьяна. «Сегодня ведь выходной». «Пожары всегда случаются», — хмыкнул он. «Я такую морковку для тебя раздобыл. Класс! Но нужно прямо сейчас на собеседование ехать. В Новую Москву. К трём. Успеешь?» Садовникова опешила. В годы студенчества она, конечно, срывалась по первому свистку, но в нынешнем статусе одной из лучших рекламисток Москвы её переманивали совсем по-другому. Сначала всегда следовало предложение. Более высокая зарплата, перспективы, бонусы. Встречаться часто вообще не просили. Все и без того прекрасно знали красавицу, умницу, сгусток энергии. А портфолио — реклама по её сценариям. И так на всех центральных каналах. «Не иначе в Министерство культуры пригласят», — пошутила Татьяна. «Или к президенту в советнике». «Обижаешь», — гордо отозвался Демьян. «Всё куда круче». «Куда выше-то?» «Сейчас девушка работала творческим директором в американском агентстве». «Фактически свой бизнес у тебя будет», — важно изрёк хэдхантер. «Зачем он мне?» — фыркнула Садовникова. «Чтобы открывать собственное дело», — учил великий отчим Валерочка, «надо быть ушлым, беспринципным и гибким». «Людьми в шахматы играть. Свою маржу высчитывать мгновенно, без калькулятора». «Танюх, я тебе когда-нибудь лажу предлагал», — интимно молвил Демьян. «Раз звоню в воскресенье, говорю, приезжай, значит, дело на миллион. А по дороге почитай учебник по твоей любимой социальной рекламе». Хихикнул. Продиктовал адрес и самонадеянно трубку повесил. Садовникова отложила телефон. «Свой бизнес в области социальной рекламы. Сразу противоречие. Как можно делать деньги на добре? Но собеседование, вызов, битва — всё равно куда интересней, чем чирикать с девчонками на бранче». Татьяна пулей выскочила из постели и начала собираться. Оделась, раз речь идёт о социальном проекте, нарочито скромно. Охранник чёрноглянцевого бизнес-центра взглянул с удивлением. Из новой «Инфинити» практически хиппи вышла. Экологичная шубка искусственного меха. Сумка из кусочков пёстрой, явно ненатуральной кожи. Спросил подозрительно. «Вам назначено?» «Я в пентхаус взлётный», — улыбнулась Татьяна на собеседование. «Тогда поднимайтесь. Семьдесят четвёртый этаж». Таня двинулась к зданию. По пути оглядела парковку. Машин совсем немного. У самого входа — Бентли и Гелендваген. Чуть дальше — крошечный электромобиль. Рядом с ним — красивый джип «Мерседес» с эффектной аэрографией. Чёрная акула с человеческим лицом. Где-то Таня видела это пижонское произведение искусства. Лифт вознёс девушку над россыпью хрущёвок и деревенских домишек. Кое-где вместо них зияли котлованы. Новая Москва меняла облик. Начали, как водится, в России ни с поликлиника и даже ни с хороших дорог. Первым посреди огромной территории нового микрорайона возник бизнес-центр из чёрного мрамора. «Несерьёзное место!» — ещё по пути решила Татьяна. А на 74-м этаже окончательно разочаровалась. Прямо у лифта — стремянка, вёдра с краской. Напротив — пустые комнаты без дверей. Предбанник перед взлётным неухожен. Стол без компьютера. Для посетителей — только подумать, деревянные стульчики. Секретарша — плохо причёсанная. В вязаном кардегане лак на ногтях облупился. Хмуро взглянула на Татьяну, приказала. «Садитесь, ждите». Девушка обернулась к своим, как она поняла, конкурентам и слегка опешила. Обоих присутствующих она знала. Дама с рыжим взрывом волос на голове — известная благотворительница Нонна Байкова. Открывала столовые для бездомных, убежище для женщин, переживших насилие. «Звёзд» организовывала на бесплатные концерты в хосписах и детских домах. Имидж — профессиональная добрячка без сребреница. Бесконечно длинный молодой человек. Ноги вытянул до середины комнаты, голова, даже сидя, почти под потолок. Популярный блогер Михаил Чайкин. Пишет едко, метко, хлёстко. Однажды выжелал помочь больному ребёнку и собрал своими постами и перепостами огромную сумму на лечение пятерых хватило. С тех пор, как писали СМИ, активно взялся менять мировоззрение россиян. В его проекте «100 рублей спасут жизнь» уже миллионы участвовали. Да, и МЭР с красной его. Он своей аэрографией на ночи пожирателей рекламы хвастался, вспомнила Таня. Но зачем их троих, абсолютно разных, тут собрали?